Девушки отдыхают С 15 июня по 15 сентября со станции Меретинский курорт Ходит Ласточка до Розы Хутор То есть не обязательно ехать в Адлер и садиться на электричку Можно добраться отсюда Но это не совсем обычная электричка Это какой-то дополнительный коммерческий рейс Билеты в кассе на нее не продают Билеты можно купить только у представителей туристических компаний Которые занимаются продажей этих билетиков Получается он комплексный Стоит 1650 рублей Включает в себя билет до Розы Хутор И обратный Плюс подъем на трех канатных дорогах В том числе до самого высокого пика Розы Хутора На самом деле людей в принципе много Но не настолько много Есть даже пустые вагоны Можно занять себе целый вагон Займу-ка я себе три кресла Когда побережье начинает плавиться от жары А спать днем Как-то совсем жалко Надо ехать в горы Сочи в этом плане идеальный курорт Не пройдет и часа Как современная электричка Поднимет нас к подножью Главного Кавказского хребта У тех же самых туристических агентств Можно было купить экскурсию на автобусе Которая также проходила по Розе Хутор И по Красной Поляне Но мы решили все-таки поехать на электричке Все-таки не в каждом городе такие электрички Вариант с ласточкой менее бюджетный Но более комфортный В поезде тихо, работает кондиционер Никакого серпантина Не дорога, а отдых Да, конечно, вид из окна потрясающий Но не сейчас, нам просто не повезло В этот момент мы уехали в тоннель Но тоннель быстро закончился Посмотрите, просто скалы, леса за окном Очень красивая река У подножия поезд Наша экскурсионная ласточка Со станции Меретинский курорт шла без остановок Электрички, которые отправляются с вокзала В Сочи или Адлера Имеют другой маршрут Как же интересно смотреть в окно Горы здесь совсем не безжизненные Хм, я иначе себе представляла Курорты Краснодарского края Но долой стереотипы Вот она реальность Полноценный вокзал Здесь есть камеры хранения Туалеты Все нормально Можно, в принципе, после гостиницы Приехать, оставить здесь чемодан Погулять, а вечером на поиске Самолет Ну вот, все мы Из Меретинского курорта Выстроились возле таблички Бесплатный автобус В Розу Хутор Должны были подъехать К прибытию электрички Но автобусов пока нет Жарит тут не меньше, чем на побережье Солнце очень печет Даже не прохладно Видимо, за свежим воздухом в августе Надо подниматься еще выше Трансфер ждали минут 10 И, наконец, толпа зашевелилась И, я бы даже сказала, ломанулась Приехал бесплатный фирменный автобус Курорта Роза Хутор Он курсирует по расписанию И воспользоваться им могут Все прибывшие на вокзал Все идем в один автобус Надо вмещаться Иначе придется ждать Плотненько Но ехать совсем чуть-чуть Да уж, народы здесь, конечно Что всем не отдыхать на побережье Летом, горы Зачем? И мы тоже туда же Осталось только получить скипасы Магнитную карточку Или иначе Электронный пропуск на подъемнике У нас он уже включен в стоимость И вот она, заветная канатка Как нас много желающих Вот наш прогулочный бюджет Сейчас пойдем тоже гулять Пока ощущение, что здесь какой-то ад Хотя организовано, в общем-то, все нормально Народа просто много Ощущения до мурашек Но соседи по кабинке нам попались вообще эмоционально А мимо пролетали кабинки с надписью Кавказские пленники Это реклама мюзикла, но при всех обстоятельствах Выглядит очень иронично Кавказские пленники Еще не так высоко в горах Поднялись только на одну отметку выше Не считая ласточки, которая нас привезла в розу хутор Но здесь уже дышится гораздо легче И не так жарко Чувствуется такой воздух горный Именно такими видами могли любоваться участники Олимпиады 2014 Если бы она проходила летом Это роза плато Высота 1170 метров над уровнем моря Вот он, горный кластер Олимпийской деревни Здесь жили участники Олимпиады, которая проходила в Сочи До сих пор флаги висят на балконах Сейчас здесь гостиницы И, кстати, летом они тоже не пустуют Цены в 2, а то и в 3 раза ниже, чем на побережье Уровень высокий Море тоже доступно 45 минут электричка и ты на пляже А многие отели организуют бесплатный трансфер туда и обратно Несколько раз в день Для любителей уединения и какого-то умиротворения Отличный, к тому же бюджетный вариант для лета Плюс некая причастность к историческому спортивному событию Эх, хожу по тем же дорожкам, что и лучшие спортсмены мира Кстати, интересный факт, что в Сочи мы оказались во время Олимпиады Ну, правда, немножко не совпала Олимпиада летняя и в Рио Но, тем не менее, факт остается фактом Но наша цель сегодня гораздо выше И вот, Роза Плато уже где-то далеко внизу Мы на самом верху, над облаками Кажется, будто попал на какой-то другой уровень мироздания Зеленые вершины вдалеке укрыты облаками А вот совсем рядом белое пушистое улеглось внизу Просто умопомрачительно Мы в небе, облака под нами, над нами, вокруг нас Смотрите, смотрите, оттуда идет облако Сейчас нас накроется, но мы окажемся в облаке Оно просто стеной идет, и я уже вижу его потоки здесь Я вообще-то боюсь высоты, но вот я здесь Роза Пик 2320 метров над уровнем моря Одна из самых высоких обзорных площадок Большого Сочи Отсюда видны горные хребты Краснодарского края и Абхазии Все это ошеломляет Здесь можно стоять часами и думать, думать обо всем на свете Как ни странно, мысли становятся будто легче А проблемы уже не кажутся нерешаемыми Очень-очень красиво Что делать в горах летом? Как минимум дышать и заряжаться энергией Но курорт Роза Хутор – это не только потрясающие панорамы и великолепная природа В окружении таких пейзажей работают спа-центры, бассейны, каток, панда-парк Здесь можно заказать конную прогулку, например, отправиться в поход или пройтись пешком по тропе здоровья Есть трассы для горных велосипедов и, конечно же, рафтинг по реке Мзинта Мне сложно говорить об уровне услуг и сервиса Не было времени для глубокой оценки Но, например, единственный ресторан, который находится на пике Роза, очень хорош Даже в Европе в туристических местах кафе весьма средненькие А тут никакой конкуренции, но качество приятно удивило На высоте, как говорится, цены соответствующие, но не заоблачные Подробные отзывы о ресторане читайте на моем сайте haustv.rf Здесь наверху есть единственный ресторан, называется «Высота», как ни удивительно Но вот сейчас сидим здесь, ждем наш обед, ужин И такое ощущение, вот смотришь в окно вокруг, все так меняется Облака приходят, уходят, все так красиво Вот тот случай, когда не хочется сидеть в ресторане, а хочется находиться на улице, гулять здесь, рассматривать все И делать фотографии просто, не знаю, с частотой в секунду, потому что действительно все меняется Здесь непостоянство достигает апогея То горы в облаках, то снова зеленые Можно снимать с одной точки, картинка все равно будет разной Вот оно, мое место силы Это было каким-то откровением Еще нигде я не испытывала подобных чувств Знаете, это очень круто, провести утро на пляже, днем уехать в горы Или проснуться в горах и уехать к морю Ах, как же не хочется уезжать отсюда И даже эта внушительная очередь не вызывает какого-то негатива Наоборот, у меня есть время еще немного посмотреть на горные вершины и плывущие вокруг облака Эх, пришло время спуститься с небес на землю Под нами настоящая пропасть И вот над этой самой пропастью в какой-то момент наша кабинка зависла Канатная дорога остановилась На станции ниже мы спросили у сотрудников канатной дороги, с чем была связана остановка Оказалось, движение притормозили, чтобы помочь пассажирам на колясках занять места в кабинках Это же так здорово, что все могут приехать сюда и добраться до вершины Может быть, это и не самая высокая гора в мире, но мы были на самом верху И там очень красиво Впереди еще один подвиг Спуститься и успеть на поезд Да-да, нам в конец этой толпы На спуск тоже надо закладывать немало времени, потому что очереди Субтитры подогнал «Симон» Как думаете, какая музыка должна звучать в горных районах Сочи? Да какая угодно! Роза Хутор – это международный курорт Поэтому продолжим наш спуск, слушая композицию, под которую все пританцовывали у кафе «Берлога» Сразу настроение отдыха и лета, правда? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» У нас есть еще немножко времени прогуляться по розе Хутор Вот, оно все вокруг нас, открыточные виды настроили Конечно, здесь много гостиниц, ресторанов Все это выглядит очень красиво Просто фотографироваться на каждом шагу На высоте 560 метров над уровнем моря затерялся этот невероятно милый квартал На туристических картах он обозначен как «Роза долина» Роскошные отели с видом на набережную, ресторанчики, кафе и даже ратуша Такой мини-городок в лесах Кавказских гор Все вот эти гостиницы «Розы Хутор» Они извиваются и идут вдоль реки Поэтому на многих фотографиях, которые есть в интернете Можно рассмотреть лишь фрагмент какой-то Поэтому непонятно, то ли это большая протяженность этой набережной То ли нет На самом деле она довольно большая Вот мы сейчас от канатной дороги до железнодорожного вокзала Прошли где-то 2,5 километра Летом здесь, конечно, не сезон Горнолыжка, не круглый год Но тем не менее людей очень много Гостиницы работают, рестораны работают Причем, насколько я знаю, сама смотрела прайс некоторых гостиниц Здесь летом гораздо дешевле цены, чем на побережье Это и логично Но в принципе можно добраться, пользуясь либо трансперами бесплатными Которые есть в гостиницах, либо на ласточке Казалось бы, вечером здесь должно быть пусто Ведь большинство туристов, скорее всего, вернулись к морю Но даже после заката на набережной гуляют Все-таки есть очарование в летнем отдыхе в горах И ценителей, судя по всему, немало Ну что, такие они современные курорты Краснодарского края Красиво, правда нравится И просто гордость за страной, что у нас все-таки это строят, создают Я надеюсь, что все это будет жить долго и счастливо вместе с нами КОНЕЦ 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 КОНЕЦ